Итак, онкопластика это новая парадигма современного лечения больных с раком молочной железы. Это философия хирургической практики, которая современного врача намокает. Она включает в себя безопасность и эстетика. Методология планирования выполнения оперативного вмешательства является одним из основополагающих о критериях онкопластической хирургии. Итак, Лорис Мамма сказал, что онкопластика это наиболее важная инновация хирургии молочной железы за последние 15 лет. Патрик Максвелл с Флот Спирсом назвали онкопластику таргетной хирургией рака молочной железы. Рустафа Хамкиска обозначил онкопластику как парциальную реконструкцию участков, удаляющую порциальную реконструкцию рака молочной железы. Онкопластическая хирургия это по сути своя техника, которая объединяет онкологические принципы и техники пластической хирургии, реконструктивной хирургии для предотвращения потенциальной деформации после органосохраняющей терапии. В Соединенных Штатах хирург молочной железы Брэст Сейджин должен выполнять 3 из 4 уровней стандартизированной подготовки по онкопластике. Первый уровень – познание и понимание принципов эстетики реконструкции в рамках умения формировать дизайн, выполнять резекции. Второй уровень – выполнять подкожные мастектомии, редукционные мастерпиксии, выполнять мастерпиксию. Третий уровень – это уровень, о котором говорили наши коллеги с Хайкова, достаточно серьезного, это ипланты, испандеры. Четвертый – это особый уровень подготовки, который включает в собой работу с микрососудистым инструментом, это работа совершенно другого уровня. Онкопластическая хирургия включает в себя 4 уровня компетентности. Первый уровень компетентности – это односторонние операции, которые включают в собой планирование, это эстетический кожный развес, это демобилизация, регулярная мобилизация, смещение, замещение, послойное вышивание от эффекта. Второй уровень – это двухсторонние операции, как правило, техники по перемещению ткань и молочных железнями включают в себя центральную локализацию. Это лоскуты в резоте, мастерпиксии, реконструкции со скай-ареолы. Третий уровень – это использование имплантов и эспандеров. Все знаете, четвертый уровень – это техника аутологичных лоскутов. Мне очень понравилось выражение, которое сказал в свое время Мустафа Хамди у Мадисонава в 2010 году. Он сказал, что женщина с Т1-1-2, которой не удается сделать хорошую эстетическую хирургию, учусь сделать мастектомию и приложить ее повторную, отсроченную реконструкцию. Так, деформации, которые возникают после пунктопластической операции, они восстанавливаются путем техники перемещения, дополнительного тканевого перемещения, отдельная методика техника замещения, революционного пластика, мастерпиксии, использования лоскутов. Это очень интересный вопрос, который задал Майкл, доктор Шеффон. Я хотел сказать, что мы в своей работе, поскольку у нас в Украине сложилась такая особенность, что на самом деле классических хирургов в Украине не готовят. То, что вы видите, приходит человек, говорит, у меня есть диплом классической хирургии, на самом деле это образование, которое человек получил за рубежом. Это может быть Россия, Польша, Германия, ряд других стран, поэтому диплом классической хирургии нет в реестре такой профессии, на самом деле, поэтому за этим будущее. И мы в своей области, когда возникла определенная мотивация, очень серьезная мотивация, а как же мы будем работать, если у нас нет таких специалистов? Мы с Дмитрием Петровичем Галичем обсуждали длительно этот вопрос, и мы пришли к мнению, что самое, в нашем понимании, самое удовлетворимое, это опыт наших британских коллег, и мы его с 2004-2005 года начали применять у себя на базе, опыт наших коллег с Великобританией, которые в ассоциации, это несколько ассоциаций хирургов молочной железы, британская ассоциация пластических хирургов, разработала Гитлайнс, и они работают в определенном пространстве. Все виды энкопластических операций выполняет хирург молочной железы, брестседж. Только если, когда возникает какая-то определенная особенность, приглашается в пластический хирург. Второе, хирург молочной железы выполняет все виды реконструктивной операции, отстроченной или первичной, и в пластический хирург приглашается только если, например, есть какие-то сложности, например, нужно выполнить скинсперм, маслсперм, например, или есть определенная сложность в донорской золе. У человека был перитонит, сложная стенка, или у него какие-то мышечные дистрофии в области спины, если еще это был Ди, или невозможно поставить ухан в какое-то другое устройство для растяжения кожи или создание объема приглашается в пластический хирург. И треть, это операции, которые требуют микрососудистых аностомозов, определенных пластических вещей, приглашается в пластический хирург, и breast session помогает ему. Поэтому здесь очень хорошее, потому что не возникает диссонанса, между которыми мы часто встречаем в Италии, когда приходит пластический хирург, смотрит волосы, говорит, кто это оперировал, а кто это оперировал, понимаете? То есть он, как хирург, в своей позиции делает очень тонкий конверт, а пластический хирург потом на него обижается, здесь этого нет. Человек осознан, он знает, что он делает, он знает, как он выполняет, взять и выполнить подготовку этого конверта, и делает это с позиции знания, что такой будет второй этап. Итак, с больной всегда нужно, когда вы говорите об онкопластике, нужно всегда проводить беседу, потому что на самом деле слово «пластика» вызывает очень серьезное, иллюзорное, извращенное понятие наших пациентов. Они считают, что после онкопластики они выйдут, не знаю, готовы сниматься в сериале «Санта-Барбара» или быть похожи на «Джелин Джилет». На самом деле не так. Поэтому нужно всегда говорить о том, что у него должны быть реалистические ожидания от онкопластической хирургии, нужно определить риск осложнений, долговременность эффекта онкопластической хирургии, его изменения в течение времени, какие есть виды, отсроченные непосредственно, где могут быть рубцы. Естественно, не для каждой пациентки онкопластик, особенно в первом этапе он может быть применено, поэтому нужно обязательно заниматься, просвещать отбор пациента. Курит человек, имеет ли он какие-то метаболические болезни, сахарный диабет, кушинг и так далее. Это все вещи, которые должны быть учитаны при отборе. Итак, онкопластические операции имеют исторический контур, это улучшение внешнего вида, и современное – это осуществление симметрии молочной железы, которая достигается путем асимметризации, сохранения контура и положения. При онкопластике очень важно планирование операции. Она должна быть, конечно же, разметной. Чем хороша, когда больных немного, это персонализированный подход. Максимальное внимание деления к больным. Конечно же, это размер. Он осуществляется стоя, но и лежа может осуществляться. Так же и стоя. Но единственное, что нужно на операционном штале модифицировано смоделировать этот птоз. Вести железу по наружному краю бедра, но это в общем-то вы все знаете. Итак, при опланировании онкопластической операции необходимо сделать, конечно же, это место вмешательства. Когда вы моделируете объем, который вы хотите убрать, есть очень много концепций. Наших, иностранных. 20%, 15%, 10% планированной удаляемой ткани. Вы должны приблизительно смоделировать тот объем, который вы будете удалять. Обязательно с учетом мемографии, биологии, опухоли планировать. Может быть, вам придется дорезать какое-то из участков, поэтому спланировать разрез, чтобы если вдруг осуществится дорезка, чтобы у вас была возможность использовать максимально ткани, для того, чтобы восстановить его. Кришна Кло проводит курсы два раза в год, достаточно востребованные курсы. Этот слайд, который я демонстрировал с его разрешения, это унифицированная такая таблица пифагора, антиклассической хирургии, в зависимости от объема, где мы делаем разрез. Наш опыт, он существует, может быть скромный, он не скромный, во всяком случае, достаточно взвешенный, выгоден. Потому что не всегда к нам приходят больные в первой стадии, не всегда приходят больные, которые хотели бы получить онкопластику. Итак, мы видим, что с 2000-2000 году мы выполняли порядка 532 операции по поводу рака молочной жизни, с 2013-го это 835 операции. Мы видим, что при росте заболеваемости, при росте количества операций, уровень маслитонии у нас снижался до 2005-го года, он сейчас выровняется, и имеет определенную тапсику. Потому что к нам приходят не только, я уже объяснял, повторюсь, не самые лучшие кандидаты для онкопластики, где-то 3-4, отечные фильтративные, с тремя инфарктом и так далее. Это количество органосохраняющих операций, количество органосохраняющих операций у нас возрастало достаточно до 2006-го года, с 12-ти до 43-х процентов в 2006-м году, потом он стабилизировал где-то 34-е. 2006-й год, это тот год, когда мы рутинно 100% всем больным с органосохраняющими операцией начали производить определение короевой резерции, и иногда интродукталь, экстродукталь, распространение отечественной формы, инфильтрация ближайшей ткани. То есть многие факторы, на которые где-то что-то, как-то не обращалось внимания, сейчас мы на это обращаем внимание. Реконструктивные операции мы начали выполнять с 2005-го года, уделенный вес онкопластических операций. Я сразу хочу сказать, что онкопластика – это не только реконструкция имплантами, это не только реконструкция эспандерами. Это люди, которые представляют, что онкопластика – это имплант, а на самом деле это только один уровень компетентности из онкопластических операций. И поэтому, если мы говорим о онкопластике как не методе реконструкции, то с 2003-м года это приблизительно 1,5%, сейчас 42% больных с органосохраняющими операциями выполняются с онкопластическими. Итак, уделенный вес онкопластики первого порядка – это техники по перемещению тканей, эстетический кожный размер, планирование для разреза, депитализация, перемещение сосок ареолярного комплекса, уровень компетентности из этих 42-89% – это первый уровень. Это планирование разрезов, это эстетические результаты и так далее. Уровень 2 – это односторонние операции, или двухсторонние – это по перемещению ткани, мастапексии, гризотти, мастапексии, вы все знаете. И вот теперь я хотел бы сказать об этом недостатке. На самом деле недостатки, спасибо, я вижу их две, смотрите. Я, откровенно говоря, думал, что я его вижу здесь и Сигарий Евгеньевич, потому что на самом деле, говоря о банкопластике, у нас есть о чем поговорить, не только показывая фотографии. Но, на самом деле, у нас есть недостатки в этом, я бы разделил это приблизительно в организационную личность. Организационная – это, конечно же, то, что со стороны невыгоденного. Отделю миграфонка пластика, и поэтому, как правило, со стороны учреждения для врача нет никакой мотивации. Безусловно, нет обучающей базы. Это востребовано, даже если взять в Европе, например, Крюй Кришна проводит два раза в год у себя в университете. Мастер-классы, обучающие по три дня, это теория, морг, операционная. Я ждал, например, этот курс три с половиной года. Почти три с половиной года, у него достаточно большая очередь. Это востребовано. У нас этого нет, на самом деле. Нет стандартизации процедур. Абсолютно. Потому что одна и та же, как говорится, у каждого дотика своя бетоника. Один делает так, другой так. Этот говорит, что это трем. Тот смотрит, говорит, что это трем. Другой подходит, подождите, это операция Танзини или это операция LD? То есть должна быть стандартизация. Мы не знаем. Мы всегда говорили, есть хорошая операция, которая называлась до сих пор Vice-Pattern Exception, так называемый инвертируемый T. Сейчас называется Golden Lock. Придумали так. Завтра придумают Silver Unlock. Послезавтра придумают Platinum Gold. На самом деле должна быть стандартизация. У нас должен быть один язык. Если завтра кто-то на Троещине или в Харькове, или в Бужгарке придумает название, что, например, разрез возле Алеола, это не будет полулунный, а турецкий разрез. Тоже право. У них там в Турции и в Луна. На самом деле это очень интересно. Нужна стандартизация. Вторая, нет критерия в оценке качества антопластической операции. Когда человек приходит... Вчера я вам не успел бы рассказать вам. Ну вот есть операция и говорят, кто закончил до 1961 года, его бы никогда не научите. Человеку делать антопластику. Где то, что ты делаешь? Посмотришь, а что ты тут мудрил? Стандартизированные подходы должны быть. Например, мы говорим здесь, видите, XO это не коньяк, это хирургическое оберение. Потому что у нас в пункт-центре номенкологические операции на молочной железе проводятся не только у нас, еще там в абдоминальном отделении. И я, естественно, представляю, что зад хирургического оберения он как бы поддерживает, чтобы это все было стандартизировано. А когда видят, например, заведующее абдоминального отделения, что сделана квадрант-экетемия по Иноянову или по Белирот-3, то какая будет квадрант-экетемия? И сложность, конечно же, в номенклатуре поговорили. Сложность в изменении названия операции в конце реестров. Мы работаем в праве конце реестров. Куда не денешься? И он очень костная система, очень костная структура. Потому что, вкладываясь уже, когда мы делаем операцию, к примеру, с использованием особенно местных лоскутов, которые используют карьер-конструкции нижненаружных квадрантов, это очень востребованная операция. Вот здесь с выдачным весом, к примеру, антериолатеральные доступы. Это прекрасная операция для восстановления местных дефектов, но в номенклатуре нет этих доступов. И когда пациентка уводят, потом звонят в Донецк, и говорят, у нас была больная на консультации, и написано, тренд сделали. Так вот, слава богу, они там в программе в конце реестров, это программа ТОС, которая фиксирует эти названия операций. У них нет другого названия, у них даже LD не было, я не знаю, появилась ли сейчас. Поэтому, когда вы увидите выписки с больными, которые приходят, там написано какая-то неконструкция, будет написано тренд, не удивляйтесь. Спросите и почитайте то, что написано от руки, потому что косность нашей номенклатуры и нашего реестров, он достаточно значимый, мы уже говорили свой, договорились из конца реестра. Пока подвинуть это вперед не получается. Но надеемся, что что-то изменится. Конечно же, личностные. Опять же таки, это боязнь нового, пациент не понимает, для чего это нужно, особенно если человек в возрасте не понимает, как это все мотивироваться, отсутствие желания учиться, не менее важный фактор, удача, дети не хотят. Боязнь осложнений. Безусловно, любая операция, особенно пластичная, может привести к собой исследовательные осложнения, и осложнения потребуют материальных, физических и других затрат. Поэтому... И, конечно же, прилетел компьютерность. Когда мы видим, что делается мастектомия, удаляется часть... Знаете, отношения к импланту и к больной разные. Потому что пациент покупает имплант, и врач его ведет как светочка, понимаете, имплант. И к нему надо относиться как к нитке, на самом деле. Но, к сожалению, у нас этого нет. Но факт остается фактором. Больная, чтобы не потерять имплант, врач идет на... Не выполняет подкожную мастектомию в пределах фасциальных листов. Он выполняет черт знает что. Назовем это своими именами. Вплоть до того, что он выполняет какую-то туморектомию, Туда впихивает имплант... Болектомию, которая это электричный плод. Туда вставляется имплант. И среди размера, который 650 мл, стоит имплант 92, 95 или 110 мл. Но пускай, не назовете вещи своими именами. Парциальная резекция, восстановление объема, некий проблем. Но это называется подкожная мастектомия. Сануент эндепротезирует. Это чушь. Поэтому я вижу здесь движение нашей онкопластики. Не только когда мы говорим о каких-то вещах. У нас на Украине еще много проблем, Которыми мы должны заниматься с вами. И я хотел бы еще раз поблагодарить вас тех людей, Которые проснулись столь рано, И которых эта тема действительно интересует. Чтобы вы как бы принесли это все. Были инициаторами этого прекрасного движения. И не следует следовать. Спасибо. Спасибо за прекрасный доклад. Я бы сказал, программный. Даже идеологический. Который как раз очень хорошо отражает дух конференции. Я только, если позволите, два комментария. По поводу доступа по ВАИСу и Голди-Лок мастектомии. Доступ по ВАИСу. ВАИС. Да. А не ВАИС. А в отношении конца регистра мы тоже, кстати, Столкнулись с точно такой же проблемой. Но просто хочу поделиться. Нашему стат-отделу удалось каким-то образом решить эту проблему путем ручного введения. Какая-то опция программы они сделали. Тогда можно просто забивать название операции отдельно. Не использовать то, что есть там уже. А от руки, как говорится, вводить. Поэтому... Ну, вероятно, вероятно. Объяснение здесь может быть даже в том, что количество водителей, которые выписали с конца регистра ВАШа, не стоит большой. Да, безусловно. Вопросы, пожалуйста. К микрофону. Коллеги, просьба. Если вы готовитесь, хотите задавать вопросы, заранее подходите, пожалуйста, к микрофону. Вы знаете очень интересный доклад, и как раз касающийся тех тем, которые, кроме картинок, которые все забивают сразу, а именно организационные вопросы. Здесь собрались люди, которые понимают важность этого направления. Но не секрет, что на местах сейчас есть администраторы, с моей точки зрения не очень добросовестные, которые как бы иногда не поддерживают это направление. И вот у меня с этой точки зрения такой вопрос к вам. Все-таки как вы считаете, должна быть? Потому что здесь собрались практически онкохирурги. Подготовки индивидуализированной, как вы говорите, действительно на сегодняшний день нет. Какая же должна быть подготовка онкохирурга для того, чтобы он занимался? Потому что сплошь и рядом на Украине можно столкнуться с таким, где требуют главврачи лицензии на выполнение реконструктивных операций и так дальше. А второй вопрос, возможно, к вам, Андрей Валентинович, как мы можем помочь развивать это направление, резолюцией, может быть, нашего съезда на места, потому что здесь нет чиновников администерства, которые должны были бы включиться в этот процесс. Я хотел с вами ответить на ваш вопрос следующим образом. Пункт номер один. То, что я сказал, что мы работаем в британском аспекте. Очень хороший аспект, который не требует. Престейджен. Это ваш уровень компетенции. То, что вы делаете. Безусловно, это уровень, который да, подает эстетику. Б дает хороший отход. Третий, который дает ваши удобные дворели. Это, естественно, все должно быть базировано на какой-то инициативе вашей собственной. Второе, не секрет, борьба за больного. Любой администратор прекрасно понимает. Он может возглавлять небоскреб онкологического центра с 70 этажей. Понимаете? Высший эмпайр может быть. Но не будет ни одного больного. И главврача спросит, что вы сделали. И это раз. Во-вторых, это достаточно легкий, простой путь для того, чтобы сделать качество. Потому что сейчас идет борьба за больного. Вот люди, представители частного бизнеса, достаточно понятное дело. Но по поводу образования я тоже абсолютно с вами согласен. Потому что на самом деле хорошо обучить одного врача. И это понятно для нас всех. Потому что инициатива, данная в одни руки, это здорово. Ну, к примеру, господин Хигурин. Завтра, не дай бог, у них аппендицин. И в Бессоне нет хирургии. В инновации нет хирургии. По один человек не воет. Три, пять, десять команд. Поэтому это дух. Дух зависит от того, как будет руководитель подразделения поощрять. Он не должен считать, что это делает только я, все ко мне. Нет. Еще раз говорю. Я начал с того, что это философия. Вы должны к этому подходить. Она не требует затрат от главврача. Тебе не нужно купить гармоник, скальпель, не нужно тебе купить интробим, что-нибудь еще. Все в ваших руках. Скальпель – твои знания, умения, старания, три минуты до операции, пару каких-то рассасов. Вот и все. От главврача не требуется ничего. Если он знает, что это хороший результат, борьба за больного, еще раз говорю, то есть и будет. Потому что, на самом деле, при том состояние, в котором мы сейчас оказались в нашем финансировании, никуда не годится. Вот здесь были ребята, наши ученики. Они проходили в КМАПах на нашей базе. Там Уна, там Грузии. А у них сейчас страховая медицина. За страховками падает деньги. На самом деле это очень хорошая и очень важная вещь. Поэтому быть готовым к рынку должна быть каждая из ваших клиник. От Сум до Ургорода. От Чернигово до Запорожья. Каждому к рынку должна быть готовочка. Если вы это не сделаете, то вы его царь довольны. Поэтому я желаю вам только волю. А главврачи я не думаю, не нужно. Это не политический вопрос. Знаете, говорите, кто вам какой главврач. Знаете, говорят, в Библии написано, начальнике хорошо ли ничего. Поэтому это уже парафия ваших взаимоотношений. Я думаю, что стучи где-то открою. И услышит, кто прячет. Кто идет, тот понесет. Не надо сидеть, что главврач купит вам путевку за 4000 евро, а пошлет Кришна кло. Это все инициатива. Если у вас она есть, то она будет позащитена. Спасибо.